В Челябинске пройдет репетиция саммита Шоссе-Брикс. В следующем году Южный Урал примет 14-й российско-казахстанский форум. Предложение прозвучало вчера в Астане от Бориса Дубровского. Какие преимущества от этого мероприятия получит Челябинская область, нам рассказал экономист Сергей Гордеев. А есть у нас много, очень обоюдно выгодных проектов, мелкого, среднего бизнеса, просто элементарной торговли, которые сейчас уже переходят в инвестиции и так далее. Для того, чтобы нарастить объем взаимодействия, мы должны уйти от простых операций, как купи и продай. То есть должны появляться совместные предприятия. Челябинская область имеет, может быть, наиболее большую границу с Казахстаном, и она как раз именно непосредственно соприкасается с его северной промышленной частью. По сути дела, если для России эта задача, скажем так, номер один, то для Челябинской области это задача номер один в квадрате. Предложение Бориса Дубровского о проведении форума в Челябинской области накануне поддержали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Губернатор отметил, что нашему региону будет очень полезен опыт проведения такого мероприятия, особенно в преддверии саммитов Шосс и Брикс, которые в 2020 году могут пройти на Южном Урале. Эту идею также ранее поддержал Владимир Путин. Добавлю, что Челябинск уже проводил российско-казахстанский форум 11 лет назад. Мы принимали второй форум в 2005 году. Мои земляки южноуральцы с большим теплотой вспоминают визит в Челябинск Владимира Владимировича Путина, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно тогда было принято судьбоносное решение, именно там, в Челябинске, об отмене визового режима между нашими странами. Это решение дало серьезный импульс в развитии наших приграничных территорий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова